Праздник лета, солнца и детских улыбок. 1 июня Северский район отметил День защиты детей. В честь праздника в парке культуры и отдыха станицы Северской в летнем кинотеатре состоялся концерт творческих коллективов района. Юные артисты радовали своим творчеством родителей и сверстников. Поздравить ребят с первым днём лета пришёл глава района Адам Джарим. От всей души хочу поздравить с первым днём лета, с Днём защиты детей. Отравлено отметить, что у нас в районе, несмотря на свой юный возраст, очень талантливые дети. Они всегда являются победителем всех конкурсов, соревнований. Практически во всём крае наши дети лучшие. Поэтому огромное спасибо, конечно, преподавателям, родителям за неустанный труд. Уважаемые родители, уважаемые педагоги, наша обязанность святая – беречь, любить и ценить наших детей, чтобы они своё детство всегда называли счастливым. Каждый, наверное, помнит своё детство. Многих вещей у нас не было, но мы хотим создать сегодня всё для того, чтобы, как вы видите сегодня, чтобы у них было всё. И в школах, и в садиках, и по повседневной жизни. А самое главное, чтобы у них было будущее. Чтобы они стремились, учились хорошо, любили и ценили свой край, свою великую Россию. Естественно, ценили своих родителей, свои обычаи и традиции. И это всё зависит от нас с вами. Я всем желаю мирного неба, всем желаю счастья и благополучия. Пусть каждый родитель всегда будет рад, что его ребёнок самый счастливый. С праздником, дорогие мои! Не обошлось и без медалей. Глава района наградил призёров и победителей всевозможных конкурсов и Олимпиад. Северский район всегда славился талантливыми ребятами, которые известны как на краевом, так и на всероссийском уровне. Ещё один подарок в этот день получили новоиспечённые обладатели главного документа каждого гражданина. Адам Шахметович лично вручил паспорта молодым гражданам и поздравил с началом нового серьёзного этапа в их жизни. Специально для детей и родителей в парке работали аттракционы и развлекательные площадки. Все желающие могли посетить мастер-классы по аппликации, аквагриму и лепке. Детский праздник только на первый взгляд кажется исключительно детским. Ведь видеть улыбку на лице своего ребёнка, дарить ему яркие эмоции и впечатления – счастье для каждого родителя. Быстрее, безопаснее, технологичнее. С июня 2019 года Северский район переходит на цифровые системы учёта электроэнергии. Кубанинерго бесплатно оснастит своих абонентов умными счётчиками. Цифровизация систем мониторинга электропотребления позволит значительно упростить процесс сбора показаний и контроля за незаконным потреблением электроэнергии. Подробно обо всех нюансах большой реформы рассказал начальник службы учёта электроэнергии филиала ПАО «Кубанинерго» Михаил Загоровский. В июне 2019 года в Северском районе Кубанинерго будет проводить масштабные мероприятия по оптимизации сети, так скажем, грядущей цифровизации. Всё это связано с поручениями, которые ставит правительство перед электросетями. Выполнять данную работу будет подрядчик, инвестор, который поставит приборы учёта каждому потребителю, присоединённому к сетям ПАО «Кубанинерго», каждому потребителю прибор учёта интеллектуальный, так скажем, умный счётчик. Данная программа коснётся не только бытовых потребителей, но и юридических лиц, занятых предпринимательской деятельностью. Что это даст сетевой компании? В перспективе сетевая компания будет владеть полностью ситуацией по нагрузкам, по потреблению, ну и по платежам, так скажем, каждого потребителя. Это, естественно, улучшит финансовую составляющую и всех процессов, связанных с ремонтными программами и так далее. Внедрение интеллектуальных систем учёта – необходимость современных реалий, поскольку старые приборы уже не позволяют с должной точностью и оперативностью сводить баланс электроэнергии. Оснащение умными счётчиками позволит снизить коммерческие потери и улучшить качество управления электросетями. В целом нововведение несёт много плюсов как для поставщика услуг, так и для самих потребителей. Какие плюсы при внедрении этой системы? Каждому потребителю будет установлен прибор учёта непосредственно на границе балансовой принадлежности. Соответственно, это опора линии электропередач, находящейся, так скажем, на улице. Это в какой-то мере обезопасит потребителей. Ему не нужно будет размещать прибор учёта у себя в помещении, постоянно допускать проверяющих. Тем самым время ответственности за прибор учёта ляжет на купание энергии полностью и в целом. Не будет никаких манипуляций с гражданами-потребителями, которым навязывают какие-то услуги по замене счётчиков, ещё чего-то приходят непонятные люди, в том числе, которые подрывают и отношения между купанием энергии и потребителями. Полностью всю ответственность за прибор учёта купание энергии берёт на себя. Данное мероприятие будет выполняться без взимания платы с потребителями, то есть ни одной копейки. Плюс к этому, если провод питающий потребителя при монтаже прибора учёта увидят монтажник, что он не соответствует требованиям безопасности, соответственно, бесплатно эти провода вода поменяют на новые изолированные самонесущие провода. То есть вот такие плюсы. Ну а в перспективе уже потребитель, каждый сам сможет проще выбрать для себя возможности оплаты либо по зонам суток, либо в одном тарифе. Многофункциональные счётчики нового образца позволят потребителям сэкономить на обслуживании и рассчитывать свой тариф потребления по суточным зонам. Всё бремя эксплуатации и затраты на себя берёт сетевая компания. Для безопасного выполнения данных работ потребуется обязательно ввод ограничения. То есть будет происходить следующим образом. Заходим в район, подрядчик берёт какую-то улицу, вводятся ограничения на несколько часов. Единственное, конечно, придётся потерпеть, потому что безопасно эти работы выполнить по замене вводов, по установке приборов учёта по-другому не представляется возможным. По графику ограничений будем взаимодействовать с главами поселений, информировать, а также работает колл-центр, на который можно позвонить, круглосуточный телефон, по которому получите компетентные ответы. Северский район станет одним из многих этапов перехода страны на цифру. Уже совсем скоро на смену старым счётчикам придёт технологичное и эффективное оборудование, которое значительно упростит жизнь обычных граждан. Кубань перешла на цифровое вещание. Теперь телеканалы представлены в новом, более качественном формате. Первый Россия НТВ и пятый канал ТВЦ «Звезда» вещают в цифровом качестве в 64 регионах страны. Краснодарский край к ним присоединился 3 июня. После этой процедуры на экранах тех телевизоров, которые не способны принимать цифру, появилась информационная заставка, ролик, рассказывающий, пошаговый алгоритм действий по переходу с одного сигнала на другой. Он будет транслироваться в эфире 24 часа в сутки в следующие 7 дней. Те, кто уже смотрит цифровое телевидение, самого переключения не заметили. К этому дню регион готовился почти 10 лет. Строили передающие центры, модернизировали существующие. Если жителям края потребуется помощь, то волонтеры готовы в любую минуту ее оказать и перевести их в новый формат телевещания. Все вопросы по переходу на цифровое вещание в регионе можно задать по телефону краевой горячей линии 8 800 250 72 07. Краснодарские электрические сети информируют. В связи с реализацией масштабного проекта по установке современных многотарифных приборов учета электроэнергии в поселке Афибский, в период с 3 по 11 июня возможны ограничения электроснабжения следующих потребителей. Улицы Привольная, Победы и Толстого. 3, 4 и 5 июня. Улица Толстого, 6, 7 июня. 7, 10 и 11 июня. Улицы Центральная, Гагарина, Короткая и Бондаренко. Данные мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения и призваны защитить интересы добросовестных пользователей. Телефон горячей линии 8 800 100 15 52. Пушечный выстрел, и с места срываются мощные, рычащие и дымящие машины. В Ростовской области проходит 17-я гонка на тракторах «Бизон Трек-шоу». За победу соперничают 33 российских механизатора. 15-километровая трасса – это беспрерывное испытание. Грунтовая дорога, глубокие водные преграды, трамплины и опасные повороты. Один трактор вылетел на обочину и врезался в сток сена, спугнув группу журналистов. К счастью, никто не пострадал. В заездах участвуют по три машины. Тракторы развивают скорость до 100 км в час. На захватывающие гонки каждый год собираются десятки тысяч зрителей. Соревнования делятся на восемь этапов и длятся пять часов. К сложной трассе прибавляется ещё одно испытание. Жара в кабине достигает 50 градусов. В этом году в гонке победил участник из Московской области Вячеслав Миронов. В награду ему вручили новый трактор. Соревнования «Бизон Трек-шоу» – единственные в России гонки на тракторах. Их проводят, чтобы пробудить у молодёжи интерес к профессии сельского механизатора. Соревнования «Бизон Трек-шоу» Соревнования «Бизон Трек-шоу»